Пчеловоды заканчивают качать майский мед. В этом году он в основном из нектара акации. Почему так вышло, об этом пчеловод из села Гиска рассказал в съемочной группе программы «Шесть соток». На часах полдень температура в тени 30 градусов. Даже страшно представить, сколько на солнце. Виктора Ивановича это не смущает. Говорит, он рамки с медом из ульев специально в жару достает. Пчелы в это время как сонные мухи. Пчела к обеду, она становится более добрая. Температура прогрета. И для нее не критично, когда ты ее осматриваешь, вскрываешь, допустим, гнездо рассматриваешь. Для расплода, для смой пчелы это уже не критично. Пчелки действительно ведут себя смирно. Никакой агрессии. Но дымарь пчеловод на всякий случай разжигает. В рамках прозрачный, как слеза мед. Это чистая акация. Такой в этом году майский мед. В этом году получилось так, что ни сады, ни первоцветы, нектары не давали. И пчела пришла к белой акации практически с пустым гнездом. Поэтому в основном в этом году получилась белая акация. Мед из белой акации считается самым полезным. Его даже аллергика можно употреблять. В разумных, конечно, количествах. Он не содержит пальцевых зерен или в очень малом количестве. Он не аллергенен. Диабетчики, ну, я тоже думаю, что могут. Почему? Потому что фруктоза не требует инсулина. Он легко усваиваемый после операции, допустим, деткам после двух лет. Пока мы доставали рамки с медом, наши операторы успели снять зеленую ящерку. Их тут, оказывается, очень много. Подрабатывают санитарами. Подбирают трудней и мертвых пчел. Иногда на пасеку заглядывают ежи, рассказывает Виктор Иванович. Возле улья всегда есть чем поживиться. А вот в этом дворце живет семья скворцов. Уже где-то лет 7-8, как мы его здесь установили. И каждый год они прилетают сюда. И вот в этом году уже второй выводок у них. И они как-то так привыкшие к нам, не боятся. Вот я смотрю, кошка у вас тут ходит, не охотится? Да, и они дружно живут. Он даже не реагирует на нее. Видите, по ножу стекает беленький-беленький. Между тем пчеловоды заканчивают качать майский мед. В этом году его будет немного. Весна с погодой подкачала. Впереди летние сорта. Липовый, из разнотравья, подсолнечника, а также гречишный мед. Пока прогнозы не очень. Июнь слишком жаркий и засушливый. Алла Горбатенко, Игорь Мацота и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.